Как на постаменте, куда цветы в начале, на веку, но уже во мне весны будут приносить переносщиты вирусов и вымыслов. Только разве же мои спутанные речи больнее сочников с песеной? Да речи мой голый голос будет за смертью мечеться. Мочой пахнет в том же стольном стаду, мечтой, где к Богу устремлены мечети. Волос твой напоминает мне ветер в мир, самый себе приходящий, как речь и речь. Молчание калечит, только разве же плечи живые смогут удержать этот вздор и срам, распутанный, блудливый и блуждающий, как плаш, как бред, несносно нескончаемый, возвращаемый, как жизнь, как музыкант, замышляющий преступление против гармонии и воображения. Псы чернеют и солнечные, веснутся по окочкам, и во мне та же братская их племени берегится беда. И мало подачек мне тесно в рутиных карачках до дремоте, мы чаще и в чаще подням серию скорочную. Когда наступают сумерки, я зажигаю руки свои, да уставшую нуду нанесу на плечах. Кто пройдет в платье по моим поймам? Кто изведает звуки, меня в небо влекущие, как не ты или Аллах? Я подступаю к этим стихам уже почти месяц, возвращаясь к нагромождению бессвязных, липких нелепиц, как к себе самому в непостроенный храм, как к молению, как к небу, разорванному и надколотому, когда на земле снова слишком сносно становится жить, Аккомпанинируя ломаному пенью нищих, неонным и полным. Это вымучиваемое течение, самочтение, словно река моему детству, пахнущему орудию, в наследство доставшемуся, не имеет конца и начала. Место славное мое безобразие облезло до блока соседства. Что без меня говорит, кроме смешения шума, белого, как мучающий у меня лист, как эпикурилец-глист, как болезненный цвет лица, как блеск свинца, как тума о томе, как странящая с ума. Я, конечно, не столь речист, чтобы говорить от имени моей корежной земли, чтобы клокотать из горла колхозного, вольного, предгорнего народа, чтоб петь, как потерявшееся поколение, как новая порода, чтоб мне самому нравились мои супруглые стихи. Но из-за бельмаруны, как из-за солнечного во дворе белья, на меня весьма хорошо и скромно смотрит обыкновенный бог. Лампа пустого вагона мерцает, как подземная венерическая звезда, а над катаконгами бахают птицы, и в рог дует бездумное солнце, бездойный мир, подчинившее поневоле. И шпалы шпарят по зрению, как строчки из малых собраний сочинений, и сочится с дыр памяти моё я, несамодавлеющая, намешанная из невзвешенного субстрата, мятную стекловату напоминающего. Окно немытое, занавешанное пыльной шторой, полный узоров, скрывает вануату от моих взоров, враз взорвавшихся на меня самого постоянно нарывающихся, а кругом вещество панельное, многоквартирное, социально-мобильное, домобильное, и всюду полагается тело бессильное. И больше не прёт так, как могла раньше вся в свобутной жизни, даже смоченой, припорошенной, обчёной. А что будет дальше? Ещё три, тринадцать или тридцать кругов заброшенного в замолкнувшее мироздание, временного собрания самосознаний вокруг духнущего, слабеющего начат воды, вертеться и не верится, и не хочется, замолчанное. Но оно будет, и я отойду, как предо мною из матери воды. А пока я жив, пока в живых желание до переживания без перебиху рождается, пока безразличие природы сопутствуют, пока без меня ещё утром мира ни посводы не озаряло, и от тела не произошло отмежевание, я буду петь свои беспокойные песни наломанного человечества, и у старшей ноктюрны с греча коряво шептать, тщательно-пщетно пытаясь в ободранном языке уместить что-то громадное, как семья, как степная река, как память, как мякоть хлеба, как ты, осушающая слякоть от тех оставшуюся, что до тебя тобой именовались. И я теперь весь будто бы пуст, да истощен до нищеты щербаной души, в смятении и муки, как гласит и решит. Спасибо.